Хрустящие огурцы, ароматные помидоры и сладкая клубника. Качественную продукцию одного из градообразующих предприятий региона ульяновцы могут приобрести в любой точке города. Комбинат «Тепличная» продолжает демонстрировать хорошие производственные показатели. На площади в 27 гектаров выращивают продукцию для нужд всей области. Предприятие, естественно, занимает огромную нишу про безопасность региона. Во-первых, это овощи из закрытого грунта, томаты, огурцы, зеленые культуры, продукты экологически чистые. То есть каждый день продукции, выходящие из предприятия, получают экспортную оценку от нашего отдела качества. Накануне предприятие посетил губернатор. Сергей Морозов обсудил с руководством назревающую модернизацию. Производство овощей из закрытого грунта активно развивается на федеральном уровне. А перед агропромышленным комплексом поставлена задача обеспечить страну тепличными огурцами на 90%. Поэтому ульяновский комбинат должен идти в ногу со временем. Учитывая то, что в 2017 году введено в эксплуатацию порядка 200 гектар теплиц, а в 2018 году еще дополнительно будет введено порядка 230 гектар теплиц. То есть мы говорим о том, что появляются новые игроки на рынке, а это, соответственно, будет уже некая конкурентная среда, которая будет развиваться между предприятиями. Изменения коснутся не только материально-технической базы тепличного. По итогам первого полугодия из областного бюджета будут выделены дополнительные денежные средства профсоюзам на организацию санаторно-курортного отдыха. В их числе профсоюз комбината, куда входят 586 работников. Мы поддерживаем предложение коллектива о том, чтобы члены трудового коллектива, члены профсоюзов не только отдыхали, оздоравливались в санаториях города Ульяновска и Ульяновской области, но и могли выехать для приведения своего здоровья в хорошее состояние или в Чувашскую республику, или в Самарскую область, или в Башкортостан, или в другие территории. Кроме того, сотрудники предприятия обратились к главе региона с просьбой о назначении на должность генерального директора комплекса Екатерины Жилиной. Главой региона было принято положительное решение. Анна Тищенко, Новости Ульяновской правды.